Моя Америка Но перед тем, как начать передачу, по традиции, я рассказываю о спонсоре программы «Моя Америка». Это магазин товаров медицинского назначения «Лава Саплай». Магазин находится в скоке. Здесь можно найти буквально все, что вам необходимо для того, чтобы сделать вашу жизнь комфортнее. Вам нужны маски? Разумеется, они есть. Перчатки? Пожалуйста. Санитайзер для рук? Конечно, медицинское оборудование, почти любое. Большой выбор ортопедической обуви для мужчин и для женщин. И еще много-много-много всего того, что поможет вам достойно противостоять болезням и радоваться каждому дню. Магазин «Лава Саплай» расположен по адресу 7364, Линкольн-Авеню, в скоке 7564. Приезжайте или позвоните по телефону 847-329-1238 и вы узнаете, как сделать заказ с доставкой на дом. 847-329-1238. Дамы и господа, пользуйтесь услугами магазина «Лава Саплай» и будьте здоровы. Ну, а теперь разговор. Разговор Джо Байден и Верховный суд. Но мы с вами знаем, что в последние десятилетия интерес избирателей к Верховному суду всегда играл значительную роль в решении, кому отдать свой голос на президентских выборах. Обратимся к тому, что произошло 4 года назад. В 2016-м одним из определяющих в победе Дональда Трампа над Хиллари Клинтон оказался вопрос, кто заполнит в Верховном суде вакансию, которая образовалась в связи со скоропостижной смертью в феврале этого года Антонина Скаля. Вот результаты двух опросов. Опрос социологической службы телекомпании CNN показал, 21% избирателей, каждый пятый, считал этот вопрос наиважнейшим, и 56% таких избирателей отдали свой голос Трампу, только 41% госпоже Клинтон. Опрос социологической службы газеты Washington Post выявил, что четвертая часть голосовавших за Трампа, 26%, руководствовалась его предвыборным обещанием назначить Верховный суд таких, как Скаля. Я был, дамы и господа, в числе этих 26%. То есть таких, кто, принимая решения по каждому делу, руководствуется Конституцией так, как она была написана, а не таких, кто подгоняет Конституцию под идеологию текущего дня. Первых судей принято называть консерваторами, традиционалистами, текстологи, но, во-вторых, мы величаем либералами, активистами, прогрессистами. Каждый, голосовавшись за Трампа, знает, свое предвыборное обещание он не только выполнил, но и перевыполнил. Место Скаля в Верховном суде занял Нил Горсыч. Он оправдывает ожидания всех, кто поддержал Трампа. Затем высшую судебную станцию пополнил Брэд Кават. И за три с половиной года президентства Трампа в федеральные суды было назначено 200 судей. 200 судей назначил Трамп. Это больше, чем его предшественник Обама за 8 лет. Причем каждый из 200 назначенных им судей – консерватор. Выдвинутых президентом кандидатов в Верховный суд и в федеральные суды должен утвердить, мы с вами знаем, так повелевает Конституция, должен утвердить Сенат. Сенаторы-демократы пытались блокировать многих кандидатов Трампа. Ну, давайте вспомним историю с утверждением Кавана в Верховный суд. Но все эти годы Сенат находился под контролем республиканцев. И у демократов не было возможности торпедировать выбор, сделанный президентом. И нет поэтому ничего удивительного, что на состоявшейся в минувшем месяце, в августе, в национальном съезде демократы осудили президента Трампа в своей партийной программе. Программа принята на следующие 4 года. Трамп, я сохраняю язык программы, упаковал федеральные судьи неквалифицированными однопартийцами. И программа обещала, я цитирую, назначать в суды людей, приверженных служению справедливости. Так было записано в программе, которая была принята съездом демократической партии. Было записано. Но вот что интересно. За 4 дня работы съезда ни один оратор даже не упомянул Верховный суд. Вообще не упомянул. Все ораторы, все как один, они будто бы забыли о существовании Верховного суда. Будто бы слов Верховный суд вообще не существует. Вопрос. Это случайность? Разумеется, нет. В мире большой политики случайности случаются чрезвычайно редко. Организаторы съезда совершенно сознательно решили не упоминать Верховный суд. Почему так решили? Ответ. Джо Байден. Одно лишь упоминание Верховного суда немедленно возродило бы в памяти деятельность Байдена в Сенате. И обязательно заставило бы обратить внимание на сегодняшнего Байдена кандидата в президенты. И наверняка поставил вопрос, что ждет Верховный суд, если Байден будет избран президентом. Прошлое, настоящее и будущее Байдена убедили организаторов съезда сделать все, что в их силах, чтобы в предвыборной кампании тема Байден и Верховный суд либо не была затронута вообще, либо была отодвинута на задний план. Но нам, дамы и господа, нам-то с вами никто не мешает вспомнить прошлое Байдена, поговорить о настоящем и предсказать будущее. Давайте примемся за работу, ну и начнем, естественно, с прошлого, с Байдена, сенатора. В январе 1987 года 44-летний Байден, это был его 12-й год в Сенате, 44-летний Байден, 87-й год, он в январе этого года стал председателем юридического комитета Сената. Это произошло после состоявшихся в ноябре 1986 года промежуточных выборов. В результате этих выборов демократы получили в Верхней Палате большинство мандатов и, естественно, возглавили комитеты и подкомитеты. Байден возглавил юридический комитет. Незадолго до выборов, незадолго, то есть до выборов 1986 года, Байден публично объявил, если Рональд Рейган решит номинировать Верховный суд Роберта Борка, он одобрит сделанный президентом выбор. Вот что сказал Байден, я цитирую, «Я буду голосовать за Борка, даже если вызову тем самым огонь на себя со стороны либеральных групп». Это он сказал, повторю, летом 1986 года. Никто его за язык не тянул. Спустя год, в июне 1987-го, когда Рейган назвал таки Борка кандидатом в Верховный суд, Байден, теперь он уже председатель юридического комитета, он оказался в числе организаторов травли Борка. Ну, дамы и господа, сказать, что Борк был блестящим юристом, это значит ничего не сказать. В его послужном списке было. Он был профессором в Вельском университете. Он работал в федеральном апелляционном суде. Он был автором множества статей, которые обсуждались в юридических кругах. Но контролируемый демократами сенат провалил выбор, сделанный президентом-республиканцем. Это 1987-й год. Спустя четыре года, в 1991-м, сенаторы-демократы решили повторить опыт, провалить кандидатуру Кларенса Томаса, которого выдвинул Верховный суд Джордж Буш, отец. Чернокожий юрист Кларенс Томас должен был прийти на смену Тургуду Маршаллу, первому в истории чернокожему члену Верховного суда. Но Кларенс Томас был, в отличие от либерала Маршалла, консерватором. С точки зрения Левой Америки, никто не может быть хуже негроконсерватора. Чернокожих консерваторов леваки считают предателями своей расы. Они их называют «Дядя Том» по имени героя известного романа «Бичерстоухи» и «Жена дяди Тома». Мы помним, что герой этого романа руководствовал всей религией и поэтому не считал возможным поднимать руку на белых рабовладельцев. И белые либералы в Сенате дали бой выдвиженцу президента Буша чернокожему юристу Кларенсу Томасу. Годы спустя Кларенс Томас писал в автобиографии, прекрасная автобиография, называется «Сын своего деда, мой грандфэрс сан». Вот что писал Кларенс Томас, я цитирую. Будучи ребенком на юге, я рос, опасаясь линчевателей из куклук-склана. Повзрослев, я начал задаваться вопросом, может быть, я опасался не тех белых, которых следовало опасаться. Мои худшие страхи сбылись не в штате Джорджия, а в городе Вашингтоне, где меня преследовали не расисты в белых робах, а левые фанатики, облаченные в сияющее ханженство. Руководил левыми фанатиками, облеченными в сияющее ханженство, председатель юридического комитета Сената Джо Байден. Однако попытка провалить кандидатуру Томаса провалилась. И вот почему. Опросы общественного мнения показывали. Абсолютное большинство чернокожих американцев поддерживают Томаса. Поэтому-то в Сенате нашлись демократы, которые не сочли возможным перечить этому большинству. В новом столетии, в 21 веке, сенатор Байден голосовал против выдвиженца президента Джорджа Буша сына. Он голосовал против и Джона Робертса, и против Самуэля Алито. Таким был Байден-сенатор. И демократы не хотят ворошить сегодня прошлое Байдена, кандидата в президенты. Такое прошлое может оттолкнуть от него какую-то часть независимых избирателей. Голоса независимых могут повлиять на исход выборов. Рисковать партийные руководители демпартии не хотят. Это была одна из причин, которая заставила демократов не поручать кому-либо упоминать на съезде Верховный суд. Не менее веской, может быть более веской, была другая причина. Следовало избегать вопросов о вероятных назначенцах президента Байдена Верховный суд. Решение Трампа в 2016 году назвать вероятных кандидатов Верховный суд помогло ему, мы с вами это уже знаем, одержать победу. Но если бы Байден назвал своих кандидатов, это не сулило бы ничего хорошего. Между кандидатами, имена которых гласил Трамп, и вероятными кандидатами Байдена есть фундаментальная разница. Трамп руководствовался их квалификацией и юридической идеологией, приверженностью Конституции. Ничто другое не играло роли в выборе Трампа, ни пол не играл никакой роли, ни раса. Но вот Байден, еще не назвав по имени своих кандидатов, уже объявил, первый выбор черная женщина. Он сказал об этом накануне первичных выборов в Южной Каролине, выборы эти состоялись в конце февраля, с тех пор неоднократно повторял. Что мешает Байдену назвать имена несколько черных кандидатов, одна из которых окажется его первым выбором? Менеджеры избирательной команды кандидатов президента Байдена не хотят знакомить с их именами независимых избирателей, от которых зависит судьба выборов. Чтобы не отпугивать избирателей, которые все еще не решили за кого голосовать 3 ноября, огласив список вероятных высших судей, Трамп привлек на свою сторону миллионы независимых избирателей. Если Байден огласит свой список, то может оттолкнуть от себя миллионы независимых. Чтобы не вызывать у таких избирателей повышенный интерес к возможному выбору Байдена, партийный съезд наложил запрет на употребление двух слов. Верховный суд и вето на упоминание Верховного суда было наложено еще по одной причине. Задолго до партийного съезда, когда борьба демократов за номинацию кандидатов в президенты только начиналась, претенденты в кандидаты, их было тогда, если мы вспомним, почти три десятка, обсуждали вопрос о перестройке Верховного суда, по примеру, перестройки, которую затеял в 1937 году Франклин Дилана Рузвельт. Правда, Рузвельту, он святой демократической партии, ему перестройка не удалась, воспрепятствовали его однопартийцы в Конгрессе, но за минувшее с тех пор время демократическая партия кардинально изменилась. И если будущий президент-демократ захочет претворить планы Рузвельта в жизнь, то вряд ли встретит сопротивление однопартийцев. Немного истории. Рузвельт не взлюбил Верховный суд с первых же лет своего президентства, потому что Верховные судьи стояли на пути реформ нового курса. С 1934 года по ноябрь 1936 Верховный суд признал антиконституционными 10 из 16 законов, принятых Конгрессом с подачи президента. Три закона были отвергнуты единогласно, 9-0, 1-8-ю голосами, 8-1, два законопроекта были отвергнуты шестью голосами, 6-3. И Рузвельту, гениальному Рузвельту, пришла в голову гениальная, как он полагал, мысль, расширить состав Верховного суда за счет своих сторонников. Но для этого Конгресс должен был принять соответствующий закон. И 5 февраля 1937 года законопроект о судебной реформе поступил на рассмотрение Конгресса. Реформа позволяла президенту расширить состав Верховного суда, ввести в состав примерно шесть судей, не больше. Таким образом, президент получал возможность увеличить состав высшей судебной инстанции с 9 до 15. 9 марта 1937 года Рузвельт обратился по радио к стороне с просьбой поддержать реформу. Но решающее слово принадлежало не народу, а Конгрессу. Гениальный Рузвельт ни на секунду не сомневался, и об этом сохранилось много свидетельств. Конгресс одобрит реформу. И у президента были основания не сомневаться. Потому что обе палаты Конгресса контролировали его однопартийцы, демократы. И в первый срок его президентства, с 1932 по 1936, не было случая, чтобы законодатели отвергли какое-либо его предложение. Однако на этот раз законопроект наткнулся на препятствие уже в юридическом комитете палаты представителей. И не могло быть и речи, что он будет поставлен на голосование полного состава Нижней палаты Конгресса. Из четвертой попытки Биль был протащен через юридический комитет. 10 за, 8 против. Но полный состав Верхней палаты отверг Рузвельтовскую реформу 70 голосами против 20. Сенат потребовал переработать Биль. Биль никогда не был переработан. Попытка Рузвельта перестроить Верховный суд потерпела крах. Но что не удалось президенту Рузвельту в 1937 году, удастся президенту Байдену, если демократы сохранят большинство мест в палате представителей и получат большинство мест в Сенате. В ходе предвыборной гонки демократов мэр Питт Бутиджич заявил в ходе предвыборной гонки, став президентом, будет добиваться увеличения числа членов Верховного суда с 9 до 15. Ну, как Рузвельт. Сенатор Элизабет Уоррен по какому-то сказала, «Вопрос об увеличении числа Верховных судей заслуживает серьезного обсуждения». Правда, Джо Байден и его главный соперник в борьбе за номинацию сенатора Берни Сандерс выступали против перестройки высшей судебной станции. Но они были против только потому, что большинство избирателей против. Вот вам результаты опроса, проведенного фирмой Расмуссен. Только 27% американцев считают нужным увеличить число членов Верховного суда. 55% против. Но если Байден будет избран президентом, и обе палаты Конгресса попадут под контроль его однопартийцев, начнется серьезное обсуждение, как говорит госпожа Уоррен, вопроса, и легко предсказать, чем это обсуждение закончится. Поскольку демократы требуют пополнить состав Верховного суда, а не пополнить его либералами, чтобы ликвидировать существующее ныне превосходство консерваторов. 5 к 4. Байден и контролируемый демократами Конгресс немедленно займутся перестройкой, каким бы на сей счет не было мнения большинства американцев. Если бы кто-то из ораторов на съезде Демократической партии сказал что-либо о Верховном суде, было бы трудно, а может быть и невозможно, избежать обсуждения этого вопроса в средствах массовой информации. Этого следовало избежать. 7 сентября, недавно, Вашингтонская газета The Hill, это газета, освещая деятельность Белого дома, Конгресса и Верховного суда, напечатала статью под таким заголовком «Президентство Байдена обернется катастрофой для Верховного суда». «Джо Байден президентий will bring disaster for the Supreme Court». Эту статью написала юридический советник президента Трампа госпожа Дженна Элис. Ну, есть, разумеется, и противоположное мнение. Дескать, катастрофой для Верховного суда станут еще 4 года Трампа в Белом доме. Я, дамы и господа, склоняюсь к прогнозу госпожу Элис и буду, естественно, голосовать за Трампа. А каково Ваше мнение? Прежде, прежде, чем услышать Ваше мнение и дать возможности нашему замечательному радио прокатать рекламу, дамы и господа, во-первых, я благодарю всех, кто прислал запрос на мою книгу на английском и на русском языке, и я уже всем, кто прислал запрос на прошлой неделе, книгу отправил. Это раз. Вопрос второй. То есть не вопрос, а просьба. Когда вы присылаете заказ на книгу, просьба писать. На каком языке присылать книгу? На русском или на английском? Не заставляйте меня решать ребусы. Уже было два случая, когда приславшие не сказали, на каком языке хотят получить книжку. Я отправил им книжку на русском языке, а они, оказывается, хотели на английском. Не заставляйте меня решать, повторю, еще с ребусы. Тот, кто хочет заказать книжку, это делать очень просто. Вы должны направить емельку на мой адрес, емельный адрес, one.masha.orlov.gmail.com one.masha.orlov.gmail.com И я вам пришлю условия получения книги. Вот на этом я ставлю точку в монологии. Будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200 и мы начинаем принимать звонки. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Добрый день. Алексей, вы сказали о том, что аж с результивских времен демократы не оставляют попытки увеличить число членов Верховного Суда до 15. И вы же знаете, вы же спортивный обозреватель. Если не забьешь ты, то обязательно забьют тебе. А почему? Много лет прошло с тех пор, и много раз республиканцы были президентами и контролировали обе палаты Конгресса. И тем не менее, они не засталбили за собой вот это имеющееся счастье членов Верховного Суда. Вот я вот удивляюсь, почему вот так мягкие наши республиканцы. Спасибо. Ну, окей. Во-первых, я, может быть, оговорился или вы не поняли. До сих пор, до сих пор никто не предпринимал усилий повторить то, что не удалось Рузовику. И демократы ни разу не пытались, и республиканцы ни разу не пытались. Теперь. Тем не менее, ваш вопрос действительно совершенно справедлив. Например, мы и пять лет назад могли предсказать, что если демократы получат большинство, скажем, Хиллари получила и большинство в палате представителей в Сенате, она бы стала президентом, она бы это сделала. Почти наверняка. У Трампа первые два года он был президентом, а первые два года его однопартийцы и республиканцы контролировали и палату представителей Сената. Я считаю, мое мнение, мое мнение рядового избирателя, рядового американца, делать этого нельзя. И то, что республиканцы этого не сделали, с моей точки зрения, они поступили совершенно правильно. Может быть, если говорить о спортивной какой-либо игре, как вы правильно сказали, может быть, в спорте следовало предугадать то, что может сделать соперник, в данном случае демократическая партия, и попытаться это сделать. Кстати, если бы, я думаю, Трамп бы это предложил, то и палаты представителей, и Сенат могли бы одобрить. Хотя, опять-таки, я не утверждаю, что это произошло. Потому что республиканцев, в голове большинства республиканцев, особенно консерваторов, есть цифра 9. Мы с вами знаем, в Конституции не записано, сколько должно быть верховных судей. В истории было и 5, и доходило до 10. Но где-то 80-е годы 19 века, я точно не помню точный год, и поэтому не буду сочинять. Установилось 9. И 9, 9, 9 всегда. Поэтому, поэтому, это как бы вошло в правила, в правила, которое, в общем-то, в Конституции не креплено. Это было принято только Конгрессом 9, и 9 до сих пор. Поэтому, я даже могу предположить, что если бы Трамп нечто подобное предложил, это могли республиканцы прокатить. Более того, прежде чем предлагать, предлагать. Розвинг почему предложил? Потому что он не сомневался ни на секунду, что его поддерживают однопартицы. Значит, Трамп, любой человек, зная вот этот урок, который произошел с Розвингом, если бы Трамп вдруг подумал об этом, то ему бы тут же посоветовали бы его помощники, советники, прежде чем предлагать нечто подобное, нужно посоветоваться с республиканцами в палате представителей и в Сенате. Я предполагаю, я не могу утверждать это, мы можем гадать на кофейной гуще, но я предполагаю, что республиканцы бы сказали Трампу, что этого делать не нужно. И сегодня, сегодня, вот то, что вы сказали, то, что на нас надвигается, может надвинуться. Тем не менее, я по-прежнему считаю, что должно оставаться 9, должно оставаться 9. Что произойдет, если победят демократы? Мой прогноз неутешительный. Прогноз неутешительный, я об этом сказал. Но, что есть, то есть на сегодняшний день. Спасибо за вопрос, вопрос очень хороший, вопрос по делу. Спасибо большое, Алексей. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, спасибо, что приняли звонок. Дебаты все-таки планируются пока, и у меня в связи с этим вопрос. Почему Трамп и Белый дом согласились, что от Fox News, от канала Fox News будет модератором Крис Воллес, демократ? И от кого зависит это назначение, этого модератора? Спасибо. Окей. Во-первых, начну с того, будут ли дебаты или нет. Вы знаете, дамы и господа, до тех пор, пока дебаты не начнутся, я в этом буду, в том, что дебаты вообще состоятся, я очень сомневаюсь. Более того, я предполагаю, что если демократы согласятся все-таки на дебаты, то они постараются сделать все возможное, чтобы дебаты были по интернету, чтобы Байден был в подвале, ну, где будет Трамп, не имеет значения. Я, ну, у человека, давайте так говорить, у человека провалы в памяти, у него начинается деменция, это хорошо, когда он выступает и читает по телесуфлеру, когда ему задают вопросы, которые заранее подготовлены, это все хорошо. Дебаты, ситуация совершенно другая. Как может человек с такой памятью и с таким состоянием здоровья, как Байден, участвовать в дебатах, я не знаю. Поэтому мой прогноз на сегодняшний день, что дебаты не состоятся. Теперь, ваш вопрос совершенно закономерен. Все дело в том, что назначает комиссия по выборам. Есть комиссия по выборам национальные, которая занимается вопросами организации дебатов. Естественно, ни один человек, который будет руководить дебатом, их трое, президентские дебаты, не мог быть назначен без того, чтобы согласились обе стороны. Теперь мы с вами опять-таки прекрасно знаем, что если и есть какая-то телевизионная компания, которая, ну, скажем так, сочувствует Трампу, во всяком случае, большинство ее главных комментаторов, которые комментируют 8 в 9, и в 10, и в 11 вечера, они за Трампа. Совершенно было ясно, что кто-то от этой компании должен был бы быть. Поскольку Крис Уоллс человек с самым большим опытом в проведении таких дебатов, мы помним, 4 года назад он этим делом занимался, то выбор был невелик. Когда было согласовано, что среди телекомпаний, которые будут проводить дебаты, будет Fox News, совершенно естественно, что это был Крис Уоллс. Характерно, кстати, что в число трех компаний, которые будут проводить дебаты, не попало CNN. Это тоже достаточно интересно. Теперь, у меня к этому отношение следующее, дамы, господа. Если человек, Трамп, Байден, Иванов, Петров, Сидоров, кто бы угодно, собирается баллотироваться кандидатов в президенты, он должен быть готов к любым вопросам, самым гадким, самым провокационным, самым нехорошим. Поэтому я, честно вам признаюсь, я не вижу ничего страшного, если все три журналисты, которые будут руководить дебатами, они будут антитрамповцами. Мне бы этого не хотелось, но я в этом не вижу ничего страшного. Повторяю еще раз, поскольку выбор пал на Fox News, без Fox News комиссия не могла обойтись, потому что все остальные телекомпании антитрамповские, значит, нужно было кого-то назначить из трамповских, про-трамповской телекомпании. Пол выбор, естественно, на Fox News, ну а Fox News, естественно, пол выбор, что главным, кто будет задавать вопросы, с ним будет еще кто-нибудь, я не исключаю, что будет Брэд Бэйер, может быть, еще кто-нибудь, может быть, Марта будет тоже сидеть вместе с Крисом Олесом. Совершенно естественно, что руководить вот этой телебригадой Fox News будет Крис Уоллес. Окей, антитрамповский человек. Повторю еще раз, я ничего страшного для Трампа в этом не вижу. Спасибо большое за вопрос, вопрос логичный. Спасибо, Алексей, следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, и Анатолий Алексеевич. Здравствуйте. Вы знаете, у меня не вопрос. Я хочу поделиться с вами одной вещью, может быть, Алексей это знает. Вчера получила письмо. Это письмо на фотографии черной симпатичной женщины. Она была почтена служить как прежний делегат Вирджинии Генеральной Ассамблеи. Первая выбранная женщина и первая черная женщина и первая республиканка, наверное, там. Она служила в морских, ну, в марина, корпус, и она мама, она жена, и она вместе с одним товарищем, видимо, он американец, просто организовали такую организацию. Ну, в общем, Black Americans, Tori Elect, президента и других Deplorables. Потому что они уже в первой кампании президента в 16-м году тоже ему много очень помогали, а теперь они собираются даже в штатах Мичиган, Флорида, Норс-Каролайна, Пенсильвания, Вискансиен, буквально стучать из двери в дверь, чтобы поднять черных американцев, сделать Америку Great Agate, помочь Трампу. И она убеждает их тем, что показывая им, что Трампа политика уже бенефит черных американцев повсюду. И, поверьте, мне, говорит она, демократы ненавидят этот буклет, она буклетик мне прислала, который я должна подписать, чтобы они разослали эти буклеты своим, значит, людям черным. Спасибо большое, спасибо. Прошу вас, Алексей, может, вы прокомментируете? Ну, а что комментировать? Интересная информация, комментировать нечего. Все, договорились тогда, а у меня к вам вопрос, Ври, наверное, больше такая ремарка по поводу вопроса насчет Криса Волоса. Мы в шестнадцатом году не особенно модераторы, не особенно были про трамповские, достаточно вспомнить Меган Келли, того же Криса Волоса, так что, в принципе, это неудивительно, это немножко может быть слишком явственно, но это неудивительно, это нормально. Итак, принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Спасибо вам за передачу. Вопрос вот такой, Алексей, я с интересом читаю вашу книгу, спасибо вам большое. Так, а вопрос вот какой, встретилась в вашей книге в сексе упоминания о двенадцатой поправке Конституции, которая имеет отношение к выборам. У меня просьба, не могли бы вы поподробнее сказать об этой двенадцатой поправке. Спасибо. Двенадцатая поправка отношение к выборам имеет? Вы что-то путаете, она не имеет двенадцатая поправка. Вы знаете, подождите ровно одну секунду, одну минуту, Толенька. Да, 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 пожалуйста, пожалуйста, да, сейчас мы обязательно это все проверим, сделаем. Двенадцатая поправка, я тоже не думаю, что это имеет что-то отношение к выборам, но неважно, может быть, это четырнадцатая поправка, может быть, вы немножко перепутали. Человек пояснился другу, да, Алеша, мне кажется, может быть, это четырнадцатая поправка. Так, а, нет, двенадцатая поправка, речь идет о выборщиках, понимаете, опять-таки, то, что тут говорится о выборщиках, ничего нового для нас нет. То есть, к нынешним выборам, она не видит, выборщики собираются по своим штатам и голосуют, и голосуют по бюллетеням за президента и вице-президента. Тут ничего нет такого в двенадцатой поправке, чтобы, так сказать, она играла какую-то фундаментальную роль на этих выборах, кроме того, что, ну, мы знаем, что существуют выборщики, то, что не нравится демократам, но до сих пор выборщиков никто не отменял. Мы знаем, что они хотят произвести революцию в голосовании, чтобы побеждал не тот, кто наберет больше голосов выборщиков, а тот, кто получит больше голосов по всей стране, рядовых избирателей. мы, Толя, мы на эту тему много раз говорили, ничего нового пока что я сказать не могу, и я, кстати, должен сказать спасибо читателю моей книги, я не помню, чтобы я делал упор в какой-то главе на двенадцатую поправку. Она просто мной упомянута, что за то время, что была реконструкция, время реконструкции, было принято поправки, которые связаны с правом черных голосовать. Это была как раз поправка двенадцатая, тринадцатая и четырнадцатая. Но ничего фундаментального, так сказать, особого нет. Да. Окей, принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите. Скажите, пожалуйста, как можно записаться керемией? Еще раз, пожалуйста, очень плохо слышно. Алло, добрый день. Да, о, сейчас, сейчас хорошо. Как можно записаться керемией? Это же ее номер. Мы сейчас ведем передачу с Алексеем Орловым. Простите. Я не знаю насчет кого звонил молодой человек, но Алексей, вот такая вот ремарка насчет предстоящих дебатов, будут они или нет. Были разговоры о том, что, ну, вот, так как Джо Байден был вроде бы пойман о том, что он даже вопросы-ответы во время пресс-конференции ему печатали ответы на мониторах, насколько я знаю, заявка была подана в избирательный комитет по поводу, то есть, по поводу дебатов о том, чтобы не было не только мониторов, но чтобы не было даже вот этого, как это сказать, наушника в ухе. То есть, он должен быть... Значит, ситуация такая, значит, если будут нормальные дебаты, если они будут в студии, тут никакая китайская зараза не мешает, они могут стоять друг от друга на 5 метров, на 10, на 15, не важно, более того, аудитория вообще может быть пустая, если они боятся, что придут люди и будут заражать кого-то, совершенно необязательно, чтобы вообще люди сидели в аудитории. Важно, чтобы были люди, которые задают вопросы, и было два человека, которые отвечают. Значит, если будут дебаты проходить в таком формате, два человека на сцене, Байден и Трамп, и сидят за столиком, там трое, задающих вопросы, то мне трудно себе представить эту ситуацию, в которой, что Байден вообще сможет что-либо, ну, может быть, первое заявление он сделает, там будет положена бумажка, он выучит что-то наизусть, хотя с его памятью трудно что-то запомнить наизусть, тем не менее, ну, это длится полтора часа, но когда начнутся вопросы конкретные, более того, на ваш вопрос следует ответ оппонента, вам тоже предлагается ответить оппоненту, то есть, и люди стоят на сцене, Байден просто беспомощен в такой ситуации, поэтому его может спасти в какой-то степени, только, если он будет находиться в подвале у себя, причем, опять-таки, какие бы не были приняты условия, что нельзя телемониторов, то есть, телесуфлеры, нельзя, чтобы еще кто-то был, я думаю, что если он будет скрыт от общей публики, от общей публики, то демократы сделают все возможное, чтобы провести какую-то махинацию, причем телекамеры, которые будут показывать Байдена, они не покажут этой махинации, естественно, понимаете, я полностью с вами согласен, трудно представить, что могут быть какие-либо честные дебаты, когда два человека на сцене, я не верю в это, что такие дебаты могут быть, если честно, я тоже, я себя просто не представляю, то есть, я могу даже пойти на то, что он запомнит короткую, там, минуты на две, на три, речь открытия, и может быть, минуты на три, четыре речь закрытия, но стоять и отвечать на вопросы полтора часа. Голи, к сожалению, мне пришлось иметь дело с человеком, который болен деменцией. Значит, Байдену до того, как попасть в Ньюсингхом, или чтобы домой к нему приходили служанки, ему еще года два, три, может быть, четыре, но у него уже деменцией на такой стадии, что он запомнит что-либо на две, на три минуты, он не в состоянии. Он может, никто не запрещает положить перед ним шпаргалку. Мониторы запрещены, телесуфлеры запрещены, но шпаргалки ты можешь положить. Окей, он может положить перед собой шпаргалку, написанную кем-то, неважно, может быть, им неважно, и читать. Это он может, это вступительное слово. То же самое шпаргалка окончательное слово. Более того, поскольку какие-то вопросы можно более или менее предсказать, более или менее предсказать, опять-таки, ответы на эти вопросы могут быть записаны. Но ведь начнется перепалка с Трампом. То, что и скажет ему, Трамп записанно не будет. Как в этой ситуации он может себя вести? Мне совершенно непонятно. Я это не понимаю. Ну, вы же знаете, насколько я уважаю ваше мнение, но я просто, вот у меня такая мысль закралась, что если только пойдут модераторы на тот факт, что вопросы будут подготовлены, допустим, если даже это допустить, то в принципе, даже если Трамп будет создавать какую-то перепалку, ведь у Байдена есть всегда вариант сказать, а я не хочу даже обсуждать этот вопрос. Толя, 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 значит, если он так скажет, ведь гляди, будет аудитория, миллион, я не знаю, 20 миллионов, я от фонаря называю, скажем, в этой 20 миллионной аудитории есть определенное количество людей, которые будут точно голосовать за Трампа и определенное количество людей, которые точно будут голосовать за Байдена. Скажем, среди 20 миллионов будет 3 миллиона людей, которые еще не решили. И если кто-то из них, скажем, Байден, ответит так, как вы сказали, он немедленно восстанавливает против себя эту аудиторию. Он не может сказать, то есть он может сказать все, что угодно, но он должен говорить так, чтобы привлечь на свою сторону людей, которые еще не решили, за кого они будут голосовать. Вот в чем все дело. Поэтому ответы очень важны. Да, я тоже себе честно не представляю, но давайте примем еще один звонок, после чего мы будем выслушивать ваше последнее слово. Итак, звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Толя Алексеевич. Здравствуйте. Это Евгений. У меня вопрос, я точно не видел, но мне сказали, что генеральный прокурор Барш якобы поднимает вопрос о запрете использования государственной почты, почты Соединенных Штатов при голосовании вот по почте. Вы не слыхали про эту информацию? Я тоже первый раз слышу. Вопрос, как голосовать, как голосовать, принимает каждый штат. Это находится в виде не каждого штата. Генеральный министр юстиции, хотя почта у нас государственное предприятие, министр юстиции не может приказывать штату, как проводить выборы. Но без использования почты, почта государственная. Ну да, спасибо, Женщина. Повторю еще раз, почта государственная выборы проводит каждый штат. Да, за выборы отвечает офис секретаря штата каждого штата. Поэтому генеральный прокурор не может вмешиваться в то, как проводятся выборы. Поэтому, ну, неважно, где-то, может быть, что-то проскользнуло, какая-то утка, такое тоже бывает. Итак, Алексей, прошу вас. Дамы и господа, Камала Харрис третья в истории женщина, которая выдвинута кандидатом в вице-президенты. Я имею в виду главные партии, республиканскую, демократическую партию. Значит, речь пойдет вот о чем. История показывает, что женщина, выдвинутая кандидатом в вице-президенты, не помогает своему мужчине. Не кандидата в президенты побеждать. Так было в первые восемь и четвертом году, когда кандидатом в президенты у демократов был Уортон Манделл, а Джеральдин Террано, женщина, была назначена кандидатом в вице-президенты. Так случилось в 2008 году, когда мужчина, кандидат в вице-президенты, пригласил женщину, сэру Пейлин, это был Джон Лаккейн, кандидатом в вице-президенты. Это произошло вот сейчас на наших глазах в 2020 году. Значит, мой прогноз, что госпожа Харрис не поможет Джо Байдену. И об этом пойдет разговор ровно через неделю. Замечательно. Итак, спасибо огромное, Алексей, как всегда. Интереснейший рассказ, очень поучительный, познавательный, поэтому я надеюсь, что в следующий раз мы с вами встретимся в эфире, и наша встреча будет такая же интересная. Спасибо вам огромное, Алексей. Спасибо всем, дамы и господа. Будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»